На предстоящих выходных в Красноярске вступают в силу новые ограничения на проезд грузовиков. Они затронут больше 20 улиц и существенно повлияют на работу крупных оптовых баз в черте города. Власти долго решали, как ездить грузовикам по городу, чтобы найти баланс между интересами предпринимателей и комфортной жизнью людей, которые живут рядом с рынками. Все подробности расскажем далее. Время подобных большегрузов на Енисейском рынке, а вместе с ним и на соседнем Южном, уходит в прошлое. Новые ограничения на их проезд по Красноярску вступают в силу уже в эту субботу. Согласно документу, грузовое движение по улицам Шахтеров, Обытаевской и Линейной будет запрещено круглосуточно. А это основные дороги, по которым овощи и фрукты доставляют на оптовые базы. Других подъездов нет. Рассказывают предприниматели. Просто люди не смогут работать. И мы точно так же не сможем работать. У каждого своя семья, у каждого свои какие-то проблемы. Ну, естественно, что оборот сразу упадет. Жители ближайших улиц, например, той же Обытаевской, настроены иначе. Во-первых, в городе достаточно других рынков, где можно купить свежие продукты. Во-вторых, тысячи жителей Покровки устали от постоянных пробок за газованность антисанитарии. И ощущение опасности, которые создают рынки вокруг. Постоянно разгружаются фуры. Есть отбросы пищевые. Крысы собираются постоянно здесь бегают. Их никто, наверное, не травит. Может травить, но неэффективно. У нас все стоит на одном уровне. Нас просто за людей, наверное, не считают. И все. Как мы тут живем, чем дышим, это мало кого интересует. Последнее время ситуация была, что со двора не получалось выехать, потому что большой груз пригодил дорогу. Невозможно было выехать на работу, поэтому опоздала. Выходов из ситуации несколько. Первый и самый очевидный – бизнесмены должны сменить тягачи и фуры на машины поменьше. Но плюсов в этом они пока не видят. Одни убытки. Час пик. Ну хорошо. Можно же другие какие-то часы определить. Час пик прошел. Пожалуйста, двигайтесь. Можно в ночное время двигаться. Но хотя в ночное время – это тоже увеличение цены, увеличение затрат для предпринимателей, дополнительные перегрузки, дополнительные рабочие смены. Можно обсуждать различные варианты. Но на один и главный вариант, который предлагают власти, предприниматели с рынка идти не хотят. Им предложили официально нанимать водителей большегрузов, выдавать необходимые документы и сертификаты, которые бы подтвердили – автомобиль едет из точки А в точку Б с определенным грузом в определенное время. Но большинство водителей официально нигде не устроены. Налоги не платят, но создают проблемы целому городу. В мэрии отмечают – не может весь Красноярск мучиться из-за одного или двух рынков. Участие в проектировании новой модели принимали специалисты Сибирского федерального университета и представители бизнес-сообщества. Ограничения вводят для улучшения экологии и сохранения дорог. То есть во всем мире действуют логистические центры, где из огромных фур, из вагонов и другого крупного транспорта перегружаются грузовики в более мелкий транспорт и с помощью этого перевозятся до торговых точек, до каких-то оптовых баз. Просто это более мелкий транспорт, который наносит меньше экологического вреда и вреда уличной дорожной сети. По оценкам экспертов, ежедневно в Красноярск въезжает больше 750 автотягачей. Ограничения для них по всему городу будут разными. Где-то, как на Шахтеров и Абытаевской, движения фур запретят полностью. По некоторым улицам, например, по Истынской, они смогут ездить ночью. Все зависит от массы грузовиков. Новые дорожные знаки для водителей уже начали устанавливать на городских улицах. Виктор Бородин, Владимир Фетисов, Павел Иваницкий, 7 канал.